Всем привет! Меня зовут Вадим, мы на канале Породные Куры в Оренбурге. Вот сейчас хотел сделать обзор о яйцах, которые несут мои курочки. Мы по четырем породам, которые несут пасхальное яйцо и пушкинское. В тот раз посмотрели ролик, а сейчас вот по остальным, чтобы можно было сравнить саму птицу и какое от нее получается яичко. Вот я разложил в коробочке, значит, вот это белифельдер серебро. Тут годовалая птица, вот она будет в апреле год. Это вот белифельдер криль, это двухгодовалая будет, вот в апреле будет два года. Это вот сусекс, тоже будет два года, то есть это не молотки, хотя вот яйцо не очень крупное. Это вот хохлатая русская. Это молотки, ну как не молотки, год будет вот скоро, в апреле тоже. И вот это вот Михелинская кукушка будет два года. Почему я знаю точно, когда какую выводил? Я работал вахтой в Москве, 15 числа мой последний день работы, 16 садился на поезд, 17 ночью был дома, 18 закладывал инкубатор. И вот 8 апреля они мне выводились, поэтому я ночью раз будет, я скажу, какую породу когда вывел. Поэтому говорю точно вот. Ну вот, значит, давайте по порядку. Вот белифельдер серебро. Вот я хотя и пытался находить про них описание, но в основном везде выдают описание на белифельдер криль. Вот. Уже со своих наблюдений птица крупнее, чем криль в серебро. Петухи вообще огромные, хотя и курочка крупнее, петухи вообще огромные, намного крупнее, чем криль. И яйцо. Вот сейчас мы положим на весы. Вот это вот годовалая птица. Ну, будем считать уже годовало, 8 апреля тут фигня осталась. Годовалая птица. Ну вот, одни начали, у них был сейчас перерыв, одни вот уже включились пораньше, а некоторые вот только сейчас после перерыва вот включились. Поэтому вот мы сейчас одно побольше, одно поменьше положим. Вот яйцо годовалой курочки. Стой, весы не включаю. Вот. 66. Видно, да? 66. Вот одно. Давай другую возьмем. Вот 0. 62. Ну, то есть, вот самый маленький, наверное, вот этот. Давайте проверим еще. 55. Вот. Вот такое вот яйцо. Птица сама мощная и выдает вот такое вот яйцо. Значит, по заявленным стандартам на белифельдер петух где-то 4,5 килограмма, а курочка 3,5-3,8 заявленная яйценоскость от 200 до 220 яиц в год. Ну, что я могу сказать из личных наблюдений? Выдает эту яйценоскость, даже если она даст перерыв, потом она это наверстывает. Получается, даже иногда после перерыва она каждый день выдает. То есть, эти 220 в год она выдает смело. Но петух серебра крупнее, чем эти 4,5 килограмма, может быть побольше. Он не уступает михелинской кукушке. Вот так вот. Вот такие вот яйца. Так, вот криль. Белифельдер криль. Вот такое красивое яйцо. Просто, можно сказать, шикарное яйцо. Вот такие вот они интересные. В крапиночку. Попробую сейчас. Где она? Вот. Вот так вот. Видите, какие? Вот такие вот они яйца. Тут еще бывает прям белая такая крапинка интересная. Вот такие вот они. Можно подумать, что индюшинные. Вот смотрите, кто держал индюков, вот похоже. Видите, какой? Вот такая вот она. Вот еще. Ну и теперь давайте завесим. Этот белифельдер криль. Курочкам 2 года. Вот 0. Так, ложим. Что там получается? Не вижу. 63. 63. Давайте еще одну. 0. Что не вижу. 65. Вот. 63. 65. Давайте еще одну. 0. Что там? 74. Вот такие вот мощные яйца. То есть, птица мощная. Что тут? 73. И яйцо шикарное. И что я хотел еще сказать, да вот, не остановился. Это просто обалденные вкусовые качества яйца. А мне аж с уна потекла. Вот. Просто сливочные какое-то. Я люблю выпить сырое яйцо. Вот сырое яйцо я всегда беру белифельдерское. Оно мне больше всех нравится. Офигенное. Вот. Кто попробует яйца, тот из-под несушки никогда не захочет. Это я вам отвечаю. Это не реклама. Это так и есть. Так. Белифельдер криль закончили. Вот такая вот тоже заявленная яйценоскость 200-220. Курочка несется активно. Пишут, что там два с половиной три года. Но я своих меняю два года. То есть вот сейчас у меня в апреле им будет два года. Лето она доработает, конечно. в течение лета я их уберу. Я не оставляю на третий год. Это уже все равно потери будут. Два года и хватит. Так. Вот сусекс. Колумбийский окрас. Сусекс вот такое как отглянцованное яйцо. У нее почти калиброванное. Петухи тоже тяжелые. 4 килограмма. Смело. Но курочка килограмма 3. Заявленная яйцо 190 в год. Но при хороших благоприятных условиях пишут может выдать 250. 250 не знаю, 200-220 выдаст смело. вот такое яичко красивое все одно в одно. Но не такое крупное. Хотя птица тоже не мелкая. Но яичко вот такого плана. Давайте положим на весы. вот 0 55 вот видите насколько разница от 75 убили фельдеров и до 55 вот смотрим 0 55 а они как откалиброваны она вся одна в одну пачкалась 57 этот ну это какашка потянула там прилипла так бы было 55 давайте еще одну 55 я же говорил все одна в одну 55 то есть ну в общем-то тоже такое неплохое яйцо но с вот этим не сравнять яйценоскость тоже до двух лет хорошая а потом с каждым годом она начинает падать поэтому нерентабельно птицу держать дальше я убираю после двух лет все породы больше двух лет никакую не держу вот это вот яйцо русской хохлаты птичка очень красивая ну не такая конечно крупная как из этих всех пород которые у меня есть а ну не считая амироукана и синьциньцзяньку хохлатая поменьше весь петушков где-то 3 кг это 3 кг курочка 2,5 вот так вот до яйциньцзянька заявленная в год 180-190 смело выдает смело даже за 200 уходит вот такое яйцо курочки вот будет год молотки можно сказать еще вот такой выдает яйцо ну у некоторых тут мелковато еще я не знаю а вот у некоторых уже вот такой вот это прям приличное яичко давайте посмотрим черно выдает 63 грамма вот русская хохлата 63 грамма и вот этот самый маленький какая-то там никак не разнесется вот 54 грамма ответе ну в среднем пишут что 55 60 вот такая вот 58 58 вот еще одну 54 вот вот такой вот яйцо тоже два года и ценой сказать падать поэтому лучше менять семью после двух лет не надо испытывать судьбу корма дорогие будут есть а яйца будет мало вкусовые качества яйца тоже очень хорошие вот это вот яйцо михеленской кукушки птица крупная и яйцо вроде так не мелкие вот так вот какой-то посветлее какой-то потемнее такого единого как вот допустим у сусекс или у бельфильдеров нет они какие-то в разброску ну давайте потемнее взвесим 0 61 в общем-то не маленькое яйцо давайте посветлее 60 60 и вот есть маленькой самой маленькой большая пульс ну в общем-то 58 крупных яиц они больно не выдают как у бельфельда вот такие в основном 60 грамм в основном 60 грамм вот заявленная яйценоскость у этой породы но она считается мясная заявленная яйценоскость 150 160 яиц в год она их выдает она очень хорошо несется зимой вот единственное то что вот ну я не знаю как у других у меня вот нужно успеть забрать пока они не потоптали яйца тяжелая птица птица очень тяжелой ломаются яйца вот яйцекладку начинает где-то 7 месяцев нот у меня один раз занеслись в 6 ну где-то от 6 до 7 месяцев раньше шести не заносились тоже два года и дальше нерентабельно держать вот что я хотел вам рассказать яйца которые несут мои корочки вот такие считаю очень красивые очень красивые яйца очень вкусные это не не сушка это можно сказать деликатес это деликатес вот так вот все что я хотела там вот смайлик кричит под окном пришел теперь вот нервы мне трепет буду закругляться а то окно разобьет вот до новых встреч вот вам еще обзор про яйца подписывайтесь на канал все всем крепкого здоровья пока пока